Администрация города, Розаслава, расписание. Но дело в том, что, опять же, наверное, повторюсь из прошлого своего выступления, что никакие действия администрация с коммерческим перевозчиком не обсуждает. То есть это идет в одностороннем порядке и как команда для выполнения. Мы можем долго рассуждать на эту тему, но, как говорится, авоз и ныне там. То есть коммерческого перевозчика не слышат, в принципе, слышать не хотят. Это старая вот эта песня. Такое впечатление, что наши малоуважаемые чиновники городской администрации, они хотят добиться чего-то своего и за счет конфликта. И конфликт возникает, конечно, между перевозчиком и пассажиром. То есть непосредственно тех людей, которые контактируют между собой. А администрация в данном конфликте остается в стороне типа надзирающего органа. Почему говорю типа? Потому что администрация не должна быть надзирающим органом, она должна быть контролирующим органом и организующим органом. А у нас с организацией опять возникают большие проблемы. Вернусь к 62 маршруту ранее 18. Дело в том, что коммерческий перевозчик сейчас ездит под 62 номером, а муниципальный под 18. Вы, наверное, помните, когда я говорил по поводу продления маршрута до прилеп. Естественно, были возмущения, но команда прошла и опять же она прошла в устной договоренности. Почему? Объясню. Потому что, учитывая нормы закона 220, который регулирует пассажирские перевозки Российской Федерации, невозможно в одностороннем порядке принять решение, так как это сделала администрация, продлив данные маршруты до Ленинского района. И, в принципе, от официально полученного документа, подписанного тем или иным чиновникам, нет ни у кого из перевозчиков. 62 маршрут, было такое принято решение о устной договоренности о том, чтобы до прилеп ездило 10 транспортных средств. Да, они ездят 10 транспортных средств, но представьте себе, как человеку, проживающему в прилепах, отличить из 100 машин то транспортное средство, которое идет непосредственно до прилеп, они едят на Маргелово. Естественно, невозможно. Уже начала существовать определенная шутка, как они должны определять ее по запаху близлежащего коня завода, либо нарисованной лошади на транспортном средстве. Но это уже шутки, а если серьезно, то сам перевозчик не имеет права на табличке, которая находится в транспортном средстве, нанести какое-то другое наименование. Есть конечные точки маршрута. Прилепы, областная больница. Вот эти конечные точки и указаны таблички. А как гражданину отличить? Ну, в этом администрация даже не задумывается. И опять же, понимаете, пассажир начинает жаловаться. И начинает жаловаться кому? Ну, администрация позаботилась об этом. Она разместила везде номер горячей линии, чтобы граждане, если их некачественно обслужили, по данному горячему телефону звонили и свои высказывали претензии. Но опять же, если мы хотим, чтобы пассажир чувствовал свою заботу о себе, то мы должны это как-то замкнуть на коммерческого перевозчика. Нет. Эти жалобы собираются и потом констатируют факт, как по цифрам, знаете, вот столько жалоб на вас поступило. А жалобы это связано с чем? С неграмотной организацией именно пассажирской работы со стороны администрации. Вы обсудите все эти моменты, уберите острые углы, чтобы пассажиру было комфортно. Я еще раз говорю, я все время повторяю, комфорт, комфорт, комфорт. А комфорт старается сделать именно перевозчик, потому что он понимает, если они будут возить некомфортно, то и пассажиры не будут пользоваться данными транспортными средствами. И у нас в очередной раз возникает такой вопрос. Ну, неужели чиновники не хотят подумать о людях? И такое выражение-то дождутся. Чего дождутся-то? Вот зайдет 100 единиц. Как? Будут каждый раз останутся спрашивать, едем до прилеп, не едем до прилеп? Где комфорт? В чем он? В чем проявление комфорта? Не видно этого. И в дальнейшем уже получается так, что... Ну... В принципе, тупик. Вроде как проводят встречи, вроде пытаются что-то сделать, но, опять же, не видно заинтересованности, чтобы сделать именно комфортно. Потом, опять же, коснусь маршрута до прилеп. Мы смотрим и... И опять же, знаете, и смех, и слезы. Остановочные пункты отсутствуют. Транспортно-дорог запрещает остановку по трипунту. Где останавливать? Непонятно. То есть, организации никакой, но вы давайте ездите. Если в случае каких-то будут нарушения, мы вас будем за это наказывать. Ну, то, что это бред, я скажу, это мягко еще звучит. Это надо как другим словом назвать, но так как у нас широкая публика, я не могу это произнести. В дальнейшем, как будет происходить, я не знаю. Пока настрой администрации на улучшение взаимоотношений с коммерческим перевозчиком нет. И, опять же, с муниципальным транспортом не совсем так же комфортно ездить. Нас пытаются, знаете, вот столкнуть лбами том же самом муниципальным. Хотя мы не претендуем на их маршруты, нам, кажется, выделены свои, мы по ним ездим. По количествам жалоб, ну вот сравните, 18 жалоб на 100 единиц муниципального транспорта и 53 на 1000 единиц коммерческого транспорта. Давайте в процентном соотношении посмотрим, на кого больше жалуются и кто лучше работает. Нет, нас пытаются вот этими цифрами как-то задушить, как-то вот ущипнуть, как-то вот упрекнуть. Ну, зачем? Мы, еще раз скажу, мы открыты для нормальной работы. Но, опять же, для нормальной работы, а не то, что нам пытаются навязать совершенно бредовые вот эти вот вещи, которые просто тешат самолюбие наших чиновников. Нет, ну фас, поймите, фас пока еще привлекать. Хотя мы рассматривали данное направление деятельности. Почему? Потому что все-таки это федеральная служба антимонопольная, и она контролирует все эти вещи как соблюдение норм закона. Ну, понимаете, если загонят в угол, естественно, мы будем... Мы же загони в угол, она будет бросаться на любую кошку, несмотря на то, что она в 10 раз превышает ее размеры. Так же и мы будем делать. Я даже в этом не сомневаюсь. Но то, что я сомневаюсь в компетенции чиновников, которые отвечают за перевозку пассажиров, я в этом полностью убежден. Дело в том, что, вот знаете, опять начинается нагнетание этой истерии по поводу коммерческого перевозчика. Вы обратите внимание на дороги, что с ними происходит. Дело в том, что отвечают те же самые люди. Что за перевозки, что за дороги. Почему-то на дороге никто внимания не обращает, что ездить уже невозможно. Те же самые коммерческие перевозчики, они вынуждены ездить по этим дорогам, вынуждены терпеть вот эти вот... жалобы тех же самых пассажиров, потому что трясет, потому что вынуждены объезжать ямы, вынуждены рисковать. Почему? Потому что объехать яму, это значит приблизиться к транспортным средствам, которые движутся навстречу. Опасность? Опасность. Но вот этого никто не видит. Почему? Потому что, ну, это такая тема, которая вот нельзя ее там поднимать широко и выносить на обсуждение граждан. Потому что это действительно та тема, которая, она сколыхнет народ. Что мы будем ждать, когда сколыхнет народ в районе пассажирских перевозок? Давайте этого не делать. Давайте спокойно работать в диалоге, в создании комфортных условий для пассажира, чтобы пассажир был доволен, самое главное. А так, я думаю, в любом случае нормальная точка соприкосновения будет найдена. Но хотелось бы более продуктивного, более грамотного подхода именно представителей администрации, наших граждан-чиновников.